Здравствуйте, дамы и господа! Ваше внимание предлагается наш традиционный обзор к открытию европейской торговой сессии. Начнем с знаменательного события, которое произошло сегодня рано утром, практически в конце японской торговой сессии, а именно я говорю о интервенции японского центрального банка. Хотя Министерство финансов и в самом центральном банке отказались комментировать это событие, но то, что произошло, можно квалифицировать как явная и реальная интервенция. Дело в том, что сегодня в утреннюю торговую сессию, если мы будем говорить о Европе, японская иена довольно сильно упала против основных европейских валют. И все это говорит нам о том, что Банк Японии провел эту интервенцию. Но несмотря на столь резкое ослабление японской иены, мы увидели, что дальше это движение не было поддержано участниками рынка. Очевидно, участники рынка не закрывали позиции по японской иене, но те, кто их держит до сих пор. И после того, как Банк Японии начал фиксировать сделки, мы увидели откат. И к настоящему моменту иена находится ниже уровня 85 иен за 1 доллар. Но теперь давайте мы перейдем непосредственно к ситуации на европейских торговых площадках. Как и предполагалось, Европа открылась в минусе. Основным драйвером для этого по-прежнему является общая ситуация на мировых финансовых рынках. Дело в том, что статистика, которая выходила вчера по Европе и по Германии оказалась довольно плохой. А также данные по Соединенным Штатам, а именно данные по закладкам новых домов, тоже оказалось не очень впечатляющей. Хотя эти данные были положительные, но не столь значительными для того, чтобы разубедить участников рынка в том, что экономика Соединенных Штатов потихоньку выходит из кризиса. Ну и опять же всплывают сомнения, о которых мы и говорили ранее, что а сможет ли ФРС, вообще в целом регулятор Соединенных Штатов, как-то довольно успешно провести программу количественного смягчения. Если раньше, например, летом или весной достаточно было рынкам услышать вообще саму фразу, что количество смягчения может быть возобновлено для стимулирования национального рынка, то сейчас рынки уже хотят видеть каких-то четких цифр, а не просто услышать какой-то четкий сигнал. Итак, к настоящему моменту европейские рынки снижаются. Индекс Dow Jones Stocks 50 падает на 0,2%. Эталонный индекс европейских акций Dow Jones Stocks 600 снижается на 0,24%. FTSE 100 падает на 0,23%. DAX 30 на 0,1%, а французских COX 40 на 0,14%. В целом мы видим, что большинство европейских акций сегодня падает на утренних торгах, чем растет. Но давайте обратим наше внимание на сырьевые рынки. На утренней торговой сессии в Европе нефть продолжает снижаться. После вчерашнего небольшого роста, после небольшого всплеска на американской статистике, нефть начала опять снижаться. И к настоящему моменту снижение составляет по марке Brent, это североморская марка нефти, снижение составляет 0,27%. В моменте котировка находится на уровне 77 долларов и 90 центов за баррель. Что касается западно-техасской нефти, американской WTI, то она падает на 0,36% и находится на уровне 74 долларов и 90 центов за баррель. В целом мы видим, что настроение на товарном рынке, на сырьевом, сейчас не очень веселое, хотя активы в целом торгуются разнонаправленно. На товарном рынке мы видим вот эту как раз разнонаправленную динамику. Примерно одинаковое количество активов товарного рынка как снижается, так и падает. Контракт на медь к настоящему моменту подрастает на 0,45%. Золото наоборот снижается на символические 0,04% и в моменте находится на уровне 1295 долларов за унцию. Что касается серебра, то серебро подрастает в последние дни и в настоящий момент рост составляет 0,2%. Но если мы с вами обратим внимание на ситуацию на валютном рынке, то опять же действия японского центрального банка внесли опять некоторую сумятицу на валютных рынках и добавило опять достаточно большой объем неопределенности, которая и так поступает на мировые финансовые рынки. К настоящему моменту индекс доллара подрастает и рост составляет 0,08%. В моменте находится на уровне этот индекс 80,3 пункта. В целом мы видим, что индекс доллара находится выше 80 пунктов. Если ему удастся удержаться выше этого уровня, то можно ожидать и дальнейший небольшой локальный рост данного индекса. В целом можно говорить, что очевидно опять сегодня тонн торгам будет задавать статистики из Европы и Соединенных Штатов. На наш взгляд, если статистика будет негативная, то мы можем увидеть дальнейшее небольшое локальное укрепление американского доллара, а также японской иены, прежде всего против американского доллара и против единой европейской валюты. В целом пока ситуация на рынках умеренно спокойная, хотя и в целом негативная. Более подробную информацию, а также видеообзоры по другим сегментам финансового рынка вы можете найти на нашем сайте www.grandcapital.net А с вами был старший трейдер и аналитик компании Grand Capital Сергей Костенко. Удачи вам и до новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»